Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами продолжаем читать вторую книгу Маковеев, и сегодня девятая глава. В этой главе переходит рассказ от Никанора и войны с ним, Иуды Макареем, к Антиоху, четвертому Епифану. Именно Антиох Епифан начал эти гонения на иудеев, стремясь их обратить в иудаизм. Ну, давайте прочитаем, что с ним произошло. Вот этот рассказ, который здесь, он подтверждается не только второй книгой Маковеев, но и рассказами из других книг, в том числе не библейских, и более того, даже языческих. Хотя есть и другой рассказ о смерти Антиоха. Вот, две версии. Здесь одна из них. Около того времени Антиох бесславен возвращался из пределов Персии, ибо он вошел в так называемую Персиполь и покушался ограбить храм и владеть городом. Потому сбежался народ, обратились к помощи оружия, и Антиох, обращенный к жителям Ибекса, должен был со стыдом возвратиться назад. Тогда находился он близ Экботан. Донесли о нем о том, что случилось с Никанором и с Тимофеем. Восплав гневом, он думал выместить на иудеев зло, обративших его в бегство, поэтому приказал правящему колесницу непрестанно погонять и ускорять путешествие, тогда как Небесный суд уже следовал за ним. Ибо он сказал с высокомерием кладбищем для иудеев, сделай Иерусалим, когда придут туда. Ну, давайте здесь разбираться. Значит, что за город Персиполь и город Экботаны. Значит, Персиполь – это очень древний город персов. Он был их столицей. Экботаны была второй столицей персидской державы. Персиполь был захвачен и сильно разорен Александром Македонским. Но рассказ этой книги говорит о том, что там был какой-то богатый храм, и Антиох решил его ограбить. Вот эта вот его практика грабежа храмов не могла не отталкивать его от подданных. Потому что даже язычники почитали свои храмы и считали их неприкосновенными. Соответственно, человек, который пытался грабить эти храмы, считали святотатцем и человеком просто нечестивейшим. Антиох Епифан называл себя Епифаном, то есть богоявленным. Однако его прозвище переделали Епиман, безумный. Потому что действительно то, что он делал, это было безумие. Грабить храмы у тех людей, которые более-менее лояльны к тебе, это было, конечно, полное безумие. Вот, он грабит вот этот храм в Персиполе, и до этого он грабит храм в Иерусалиме. И вот, когда он идет по Персии, он узнает, что произошло с Никанором. Это военачальник, который был послан для подавления бунта Иуды-Маковея. Но ничего из него не получилось. Он там потерпел полное поражение. Ему пришлось даже бежать, переодевшись обычным человеком. И когда это произошло, он пылает гневом и решает вернуться. А так как, знаете, как выместить злобу на Персах, которые его прогнали, у него не получается. Он думает, ну, знаете, как сорвать злость и плюс отомстить как раз иудеям. Что он думает? Он думает уничтожить Иерусалим и, соответственно, уничтожить всех жителей. А, естественно, иудеи жили не только в Иерусалиме, но все-таки большая часть иудеев как раз собралась в этот город. И он стремится побыстрее туда добраться. Однако человек, царь, думает, что он сделает, но у Бога свой замысел. Читаем дальше. Но всевидящий Господь Бог Израилев поразил его не ссыльным, невидимым ударом. Как только кончил он эти слова, охватил он нестерпимо болезнь живота и жестокие внутренние муки. И совершенно праведно, ибо он многими и необычайными муками терзал утробы других. Но он нисколько не стрелял своей гордостью, еще более исполнился в высокомерии, дыша огнем ярости на иудеев и приказал ускорить путешествие. Тогда случилось, что он упал с колесницы, которая неслась быстро, и тяжким падением повредил все члены тела. Ну, давайте здесь разберемся. Значит, что за болезнь, которая поразила Антиоха, неизвестно. Непонятно. Действительно непонятно. Но дальше рассказ идет, что у него полезли из чрева черви. Поэтому, скорее всего, эта болезнь какая-то была связана с паразитами. Автор обыгрывает несколько другое. Он говорит, что у него заболело чрево, и это наказание за то, что он терзал утробы чрева других людей. Поэтому здесь равное воздаяние, которое звучит в этой книге неоднократно. Несмотря на то, что он заболел, он не остановился, не подумал, что почему я заболел, может быть, я как-то себя неправильно веду. Нет. Он продолжал дышать огнем ярости на иудеев. То есть, он нисколько не решил отступить со своих планов. Да и наоборот, давайте ехать быстрее, чтобы начать это. Здесь подчеркивается, что он горд и высокомерен. Значит, мы знаем, что римские императоры пришли к пониманию того, что они боги. Но вот эта идея, она не появилась на пустом месте. Вот это понимание своей божественности или высоты по сравнению с другими людьми у языческих царей была. И поэтому, раз он, царь, считает себя богом, то подумаешь, какой-то бог каких-то жалких иудеев. Он больше. Что там эта иудея, которая сейчас истребляется? И селевкидская держава, которая там истребляет, значит, царь, бог этой державы. И он победил. Победил Яхва. Ну, конечно, это полная глупость. И это действительно безумие. Вот. Царь приказывает быстрее и быстрее ехать. Но, несмотря на его желание истребить, бог вмешивается, он падает и очень сильно бьется. Падает с колесницы, очень сильно бьется. Ну, и читаем дальше. И тот, который только что мнел от горсти более нежели человеческой, повелевать волнами моря и думал на весах взвесить высоты гор, повержен был на землю и несен был на носилках, показывая всю явную силу Божию. Так что из тела нечестится во множество ползали черви, и еще живого выпадали части тела от болезни и страдания. Сымрат от жезловоний от него выносим был в целом войске. И того, который ненадолго перед тем мечтал касаться звезд небесных, никто не мог носить по причине инвасимого зловония. Ну, давайте здесь почитаем. Здесь сразу идут такие саркастические описания того, что думал о себе Антиох. То есть он там повелевать с волнами моря. То есть он же бог. Он мог приказать морю по-другому течь? Мог. Он же бог. Значит, мог он там поднять горы и взвесить? Мог. Мог подняться и коснуться звезд небесных? Мог. Он же бог. Читатели, ну и мы с ними можем понять, что это просто сарказм. Ничего он этого не мог. Он просто человек. И вот он падает, из него начинают лезть черви, и он начинает разлагаться. Вот то, что было такое Божие наказание, оно описано и в Священном Писании, и в небиблейских источниках, как вот эти черви, которые выползали либо из всего тела, либо из глаз. Действительно это было. И действительно есть такие паразиты, которые там настолько большие, настолько наполняют внутренности человека, что в какой-то момент они начинают вылазить из него. Вот здесь вот этот сомрат и отваливание частей тела, это как бы намек на то, что он уже труп. Он еще дышит, он еще там что-то говорит, думает, но на самом деле он труп. То есть вот как труп разлагается, как от него отваливаются части тела, здесь то же самое происходит. Он был велик, а теперь от него все разбегаются. Читаем дальше. И дальше идет рассказ о раскаянии Антиоха Епифана. «Теперь-то, будучи сокрушенно, начал оставлять свое великое высокомерие и приходить в познание, когда по наказанию Божию страдания усилились с каждой минутой. Сам не в силу сносить свою зловонию. Он так говорил. Правильно покоряться Богу, и смертное должно думать высокомерно быть равным Богу». Антиох понимает, что он не Бог, и нужно покоряться Богу. Не надо думать, что, конечно, Антиох превратился в почитателя истинного Бога. У нас в тексте там Бог с большой буквы. Но ведь в греческом тексте там просто стоит слово Бог, феос. И поэтому, возможно, он кается вообще в том, что он себя посчитал равным какому-либо Богу. Он понимает, что он человек. Есть такое... Здесь говорится о зловонии, что он не мог его терпеть. Вот язычники, когда описывали своих богов, одна из характеристик то, как можно определить, что перед вами Бог, он приятно пахнул. Он приятно пах. И если Антиох считает, что Бог, он Бог, то он не может издавать зловоние. А если он издает зловоние, значит, он не Бог. Автор книги, конечно, подчеркивает, что покаяние Антиоха, оно не просто перед всеми богами, а покаяние перед истинным Богом. Хорошо, читаем дальше. Нечестивец молил Господа, уже не миловавши его, и говорил, «Святой город, который спешил я сравнять с землей и сделать кладбищем, являюсь свободным. Иудеев, который положил не доставить погребение, а выбрасывать вместе с детьми, хищным птицам и зверям, сделаю всем равным афинянам. Святой храм, который прежде ограбил, украшу отличенными дарами, священные сосуды, возвращу все, и еще в большем количестве необходимые для жертвы и издержки буду производить из моей дохода. Свертого сам сделаюсь иудеем, проходя по всякому обитаемому месту, буду возвещать силу Божию». Конечно, Антиох пытается загладить свой грех и вымолить у Бога прощение, но количество его грехов настолько великое, что Бог не принимает его покаяния. Что обещает Антиох? Он обещает сделать Иерусалим свободным, то есть гражданам Иерусалима дать определенные права. Здесь права афинян. Немножечко непонятно почему, потому что Афины не подчинялись династии селивкидов. И, скорее всего, там такая история. Антиох был в Афинах. Это действительно так. Он был восхищен этим городом и понял его, как представил его таким образцом идеального управления, идеального города. И вот не права афинян, а вот Иерусалим будет жить как Афины, будет жить свободным. Кроме этого, он обещает всякие блага для храма. И более того, он говорит, даже я приму иудаизм. Насколько его покаяние искренне, сложно сказать. Может быть, и искренне. Но Бог не принимает это покаяние из-за его злодеяний. А может быть, оно и не было искренне. Просто такая попытка уговорить Бога или обмануть его. Что происходит дальше? Дальше Антиох пишет письмо. Но когда боли нисколько не молились, ибо пришел уже на него праведный суд божен, он, отчаясь себе, написал кудем письмо, имеющее значение мольбы, следующего содержания. Ну и давайте читать это письмо. Царь и военачальник Антиох добрым иудеям и гражданам много радоваться и здравствуйте и благоденствовать. Если вы здравствуйте с детьми вашими и дела ваши идут по вашему желанию, то я вас даю Богу величайшую благодарность возлагаю надежду на небо. Значит, царь обращается с таким стандартным приветствием радоваться, здравствуйте, благоденствовать. Такие приветствия встречаются, но они обычно встречаются по отдельности. Либо радоваться, либо здравствуйте, либо благоденствовать. Если они идут прямо вместе, то понятно, что это что-то очень-очень важное. Дальше идет благодарение Богу за то, что иудеи здравствуют, и у них хорошо идут дела, то есть они благоденствуют. Дальше царь описывает свое состояние. Я же лежу в болезни и с любовью вспоминаю о вашем почтительном и благорасположении ко мне. Возвращаясь с предела Персии, подвержу тяжкой болезни, я за нужное почем позаботиться о общей безопасности всех. Здесь он говорит о том, что вспоминает о вашей почтительности и благорасположении. Это было. Нужно понимать, что евреи после возвращения из Велонского плена потеряли свою государственность и переходили то под власть персов, то под власть Александра Македонского, то под власть эллинистического Египта, то теперь они под властью эллинистической Сирии. И вот под чьей властью они не были, они тихо, мирно жили, исполняли свои обычаи, почитали царей, которые правили ими, приносили об этих царях жертвы в храме, молились о них. Главное, что они хотели от этих царей, чтобы их не трогали и давали им возможность исполнять свои законы. Антиох понимает, что причина его бедствия в гонениях на иудеев. Хотя я не отчаиваюсь себе, имею полную надежду освободиться от болезни, но зная, что отец мой, когда воевал в верхних странах, объявил преемника, дабы, если последует что-нибудь неожиданное или объявлена будет некая невзгода, жители страны знали, кому предоставить правление и не приходили в смущение. Сверх того, замечая, что окрестные владители, соседние с нашими государствами, наблюдают время и выжидают, какой будет исход. Я назначил царем сына моего антиоха, который я уже часто во время походов в Вернии Сатрапии весьма многие из вас припоручал и предоставлял. И к нему я написал особо. Ну, давайте здесь разберемся, что за история. Вообще, как бы, история здесь несколько необычная. Потому что антиох ссылается на то, что произошло с его отцом. Но, вообще-то, сам антиох-то не очень по закону получил власть. Поэтому он понимает, что вот такая заварушка, которая привела его к власти, может произойти и после его смерти. Поэтому он сразу четко пишет о том, что его преемником будет его сын, который тоже зовут антиох. Ну, и, соответственно, антиох пятый. Хотя, вот это ему не надо было писать. Там никто не сомневался, кто будет преемником. Но он решил подстраховаться. Кроме этого, он боится, что после его смерти что произойдет. У селевкидов есть пограничные споры. То есть, некоторые территории, они спорные. И вот антиох боится, что после его смерти начнутся нападения. И поэтому он хочет перед своей смертью все утвердить, чтобы все было как положено. Но он обращается к иудеям и просит. И так убеждаю вас и прошу, чтобы вы, помня мое благодеяние вообще и в частности, сохранили ваше теперешнее благорасположение ко мне и сыну моему. То есть, чтобы они не бунтовали и не выходили из-под власти селевкидов. Ибо я уверен, что он, следуя моему желанию, будет обращаться с вами милостиво-человеколюбиво. Несколько жестко выглядит по сравнению с тем, что было сказано раньше. Потому что, ну, я был к вам человеколюбив. Какое же человеколюбие? Это Антиоха и Епифана. Он там истреблял евреев. Вот. И что продолжит его сын? Да, сын его продолжит то же самое, что делал Антиоха. Вот. Хорошо. Давайте дочитаем девятую главу. Так этот человек-убийца, богохульник, претерпев тяжкие страдания, какие причинял другим, кончил жизнь на чужой стороне в горах с самой жалкой смертью. Тело его привез Филипп, совоспитанник его, который, боясь сына Антиоха, удалялся от Патоломея и Филопатра в Египет. На самом деле, конечно, Антиох умер в пределах своей земли, но очень-очень далеко от столицы, столицы Антиохии. Вот. Дальше очень кратко рассказывается о том, что тело его привез Филипп, совоспитанник его. Это, возможно, это другой Филипп, не тот, который описан в предыдущих главах, а может быть, это и тот. Совоспитанник, что это за история? Иногда, чтобы царю не было скучно учиться одному во дворце, а учились они обычно во дворцах, набирали такой класс вместе с царем, который вместе с ним учился. Ну, это получались и совоспитанники, иногда друзья, они подбирались, естественно, чтобы они не обижали царя и вели себя прилично. И вот потом, когда они уже вырастали, вот эти совоспитанники часто становились какими-то министрами, какими-то чиновниками. И вот один из этих совоспитанников привозит его тело, но так как он боится, вне библейских источек объясняется, почему он там боится, ему приходится бежать к врагу селевкидов, это к Птоломей. Это имя повторяется неоднократно, поэтому Птоломей Филопатр, Филопатр это прозвище его. И вот он бежит к этому Филопатру в Египет. На этом заканчивается, а уже в десятой главе рассказ возвращается от Антиоха Епифана обратно к Иуде Маковее. Но это уже другая глава. Мы же с вами читали девятую главу. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами были на близком портале Экзегид. Всего доброго. До свидания.